Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович. Как вы знаете, в прошлой части EFC легендой моего канала был Лукаш Подольский, который забивал какие-то невероятные баночки из центра поля и через себя, там какие только голы на любой вкус и цвет он забивал. И я решил перенести все его величие в EFC 25, но есть одна проблема. У него рейтинг 72. Ну и ставки, конечно, оставляют желать лучшего. Но я не сдался и эволюционировал Подольский до 75-го рейтинга. Статы где-то стали лучше, теперь у него 4 звезды на особых финтах, удары приподнял, а в остальном, ну, объективно скажем, кроме ударов у него ничего нет. Но самое главное, у него есть пушечный удар. И просто для затравочки, чтобы вы не смеялись над этой карточкой, просто вам покажу небольшой фрагментик того, что он у меня уже настрелял до эволюции, до того, как у него появился золотой пауэршот. Вы просто посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Как вам? Впечатляет? Меня лично впечатлило очень даже. Я безумно рад, что Electronic Arts перенесли пауэршотики и в EFC 25. Не стали фиксить, там что-то менять. Они как летели, так и летят. Возможно, это у Подольских такие удары. В остальном, как бы, я немного карточек тестил с пауэршотами. В общем-то, сегодня будем тестировать эту карточку, уже эволюционную. Цель сегодняшнего выпуска – постараться выйти в 4-й дивизион. Да, тут соперники очень потные, возможно, даже не получится пофаниться, но я постараюсь. По составчику плюс-минус то же самое все, как вы видели в прошлом видеоролике. На воротах также у меня великая вратариса, которая все тащит. Ну и мы с Честером, друзья, хотели бы вам напомнить о моих спонсорах, которые поддерживают каждый мой видеоролик. А если вы еще перейдете по закрепленному комментарию в мой Телеграм-канал, вы можете получить отличный бонус у моих партнеров. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Блин, я буду играть против двоих, блядь. Так, составчик, смотрим составчик. Вернер, Тюрам. Стараюсь, короче, камеру коп тестировать. Не знаю, что из этого получится. Хочется как-то больше игроков на поле видеть. Так, ну здесь сразу гол, наверное, был, да. А, нет! Ха! Мимо Вернер. Нормально так ударил. А игра-то реалистичная. Блин, что я делаю? Пасы давать жопой в этой части уже не так прикольно. Ага, ага, ага. Оп, накрутили. Навертели! Ой, хорошая попыточка удара. Давай, Дебрюно. Оп. И подольски. Ё-моё, ну это правая нога. Вот я сколько играю в эту прекрасную игру. Ни одного человека я не встретил, который херачил бы там чисто пауэршотики. Я, наверное, один сумасшедший сейчас в этой игре, который вот так вот развлекает себя. Так, Марио Гомос. Марио Гомос. На подольский. И подольский попадает в штангу. Блядь! Вот оно. Вот оно. Вот оно! Да что ж такое-то? Правая опять бью. Ё-моё, спинбусты. Ох, он тоже попадает в штангу. На ударные позиции. Ну-ка! Блядь, да этот маньян затрахал меня. Так, попытка номер два. Опять под правую. Блядь. Под левую получилось, но там анимация рофельная. Подольский. Ну-ка! Блядь, этот маньян затрахал меня. Просто по углам как сумасшедший летает. Так. И Лукас Подольский. Блядь, я не знаю, как его пробить. Вот оно. Вот оно, ребята. Блядь. Что ж ты будешь делать? Подача. Ну-ка! И Подольский! Да что ж такое-то, блядь! Да это просто невозможно! Короче, ребята, коп что-то мне не нравится, поэтому я обратно на ТВ-трансляцию возвращаюсь. Вот так. Блядь. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. Неприятно. И проёбывать матч не хотелось бы. Блядь. Всё, Габелла, пацаны. Двигаю. Бля, пиздец. Пусть только эти пауэршоты ебаный бил, блядь. Я не знаю, блядь. Чё с реализацией? Давай! Го! Хорошо. Семьдесят четвёртая минута. АДЕМИ головой забивает. Ладно. Как Подольский. Вот такое. Гомос за Гомос! Блядь! Какой маньян тащер. Ну, это пиздец просто. Дальше. Дальше. АДЕМИ! Блядь, что за удар, говна? Давай, 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 давай. АДЕМИ! Блишку! Блядь, ты даже в створ не попал. В створ, кстати, я попал. Поэтому угловой. Пожалуйста. С головки. Ну-ка! Бля, ну это пиздец. Этот маньян, это пиздец. Это что, блядь? Лучший, блядь, вратарь в этой игре? На! Блядь. Блядь, ну какой анлаки. Ну, ладно, в первом тайме я ещё лонгшоты бил. Но вот во втором-то, ну, блядь, столько моментов проёбанных. Ну, прессингуйте, ребята. Прессингуйте, хавайте, 88-ая. Блядь, 20 ударов, 3,9 xG. Да, опять же, справедливости ради. В первом тайме я много лонгшотов бил. Но во втором, блядь, маньян, это что такое, блядь? Вообще нахуй. 8,4 оценка. Сколько он там сейвов наделал, блядь? 11, блядь, ударов в створ и 10 сейвов. Ну, это просто... Да, я буду страдать, я буду всирать каждый матч. Но хочу фаниться. Так, АДЕМИ и Бэйли. Два спринтера в атаке. Ой-ой-ой, какой момент? Гарсиа. Да! Хорошо, 1-0. Ладно, тут без пауэршотов нужно было просто показать, что мы умеем забивать. И вот оно. Ребята, чувствую. Блядь. Вы знаете, у меня есть подозрительное ощущение, я не знаю, что без золотого пауэршота у него как будто бы лучше летели. Вот та нарезка, которая у вас была на экранах в начале видеоролика, это все удары без золотого пауэршота. А сейчас я бью с золотым пауэршотом. И как-то не так все радужно, как хотелось бы. Не знаю, с чем это связано. Хорошо, и вот она, ударная позиция. Ну-ка! Блядь, ну вроде и летит хорошо, вроде и в створ. Так, вот отсюда. Ну, хорошо. Ну, как так отлетает, блядь, Ван Дейк от АДМи? Вот кто мне вот сейчас объяснит, как АДМи, блядь, так легко Ван Дейка отталкивает? А вот тут небольшой офф-топ. Я думал, что АДМи, который толкает Ван Дейка, это что-то страшное. Но на трансляции недавно меня какая-то позор так растолкало. Предлагаю посмотреть на этот позор от Ван Дейка. Ау, а он эти, блядь, спидбусты хуярит, блядь. Ну, пизди, иди нахуй игра, блядь. Гандонская игра, ну что? Какая-то женщина, блядь, Ван Дейка просто разъебала, блядь. Посмотрите, она просто запиздила моего Ван Дейка. Ну, что это за хуня? Ну, это реалистично, блядь. Наверное. Блядь. Ну, это просто пиздец. Теперь у меня Ван Дейк, блядь, с Эриалом не может выиграть вверху позор. Ну, это просто пиздец какой-то. Я вахую просто. Это что, блядь, такое нахуй? Да, порой, конечно, бредовые вещи в этой игре происходят. Так, вот он. Вот он, подольский. На. Бля, я не понимаю, почему не залетает, пацаны? Ну, столько хороших прям пауэршочков я накидал. Может быть, сейчас? Фу! Бляааа! Вот красотуля сейчас летела. Угу. По-дольски. Но! Бля, ну, летит просто идеально, казалось бы. Бля, он ближку прошил. Я начал двигать в дальнюю. Не, ну, такими темпами, конечно, я в четвертый дивизион не выйду. Я себя буду вот так вот пауэршот егерачить, а мне все будут забивать. Так, ладно, ты меня заебал. Давайте вот так вот сделаем. Но! Перекладина. Двигаю. Ну, блядь. Да, ну это трагедия какая-то. Да. Найс пауэршотики бьем, блядь. Так, ладно, третий соперник. Надеюсь, здесь мы пофанимся. Блядь, что это? Блядь, что это? Ну, что мне залетает опять? Больно. Опа, нихуя себе. Марио Гомес. Ебать, что я залетела. Это Марио Гомес, друзья. 1-1. Все, матч без пауэршотов. Играем просто в хороший футбик. Блядь, простите, не могу отказать себе в удовольствии. Блядь, как близко. Блядь, реально вот такое ощущение, как будто бы, блядь, с золотым пауэршотом удары хуже стали. Это же бред, блядь. Я столько этих лонгшотов, опять же, с белым пауэршотом накидал. Может, типа, удар сильнее стал и от этого, типа, выше летит. Я хрен его знаю. Какое-то же логическое объяснение должно быть этому всему. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Чеба, что залетело, лол? Марио Гомес. 2-1. Ё-моё. Блядь, ближку будет. Нет, он вдаль не ударил. 2-2. Играем дальше. Ой-ой-ой, Марио Гомес. Хорошо, давай-давай-давай-давай, Марио Гомес. Марио Гомес. Найс, это Марио Гомес. Вот оно. Чувствую. Блядь, штанга теперь. Блядь, реально, он как будто бы стесняется забивать. Я не могу понять. Так. На! Вот оно. На! Три-три. Три-три. Бывает. Четыре-три. Ладно, хорошо. Не знаю, какая-то непруха просто, блядь, в этом выпуске. Я вам отвечаю. Я просто, блядь, просто писец какой-то, блядь. Давай, Фримпонгище. Давай, Фримпонгище. Красиво. Четыре-четыре. Блядь, какой великий матч. Блядь, вот мне раньше казалось, когда игра только вышла, что счета стали более адекватными. Но я смотрю сейчас четыре-четыре. И как будто бы где-то я ошибочку допустил. Так. Хорошо. И Подольский. Опять штанга. Бля, я вам отвечаю. Это какое-то проклятие Подольский. Я не могу понять, что происходит. Я даже с метра за него забить теперь не могу. Опа. Опа. И Лукас Подольский. Наконец-таки. Снял проклятие. Пять-четыре. Господи, какой пот. Фух. Давайте, ребята, просто додержать. Да что? Что это? Какая третья или четвертая штанга от Подольский? Что это за анимация была? Охренеть просто. Тут нет офсайда. Серьезно? Блядь. Да. Ладно. Пробуем киков. Ну и она проходит, ребята. Она проходит. Да. Блядь, что за ебанутый матч? Ох. Да. Это восторг, блядь. Пять-шесть. Что за матч? Сумасшедший. Просто ебанутый. Марио Гомос лучший игрок матча. Сколько он там? Четыре галешника накидал, блядь. Я в ахуе, блядь. Спасибо сопернику за игру. Статистика. Ебанить. Двадцать пять ударов на пять. У соперника пять ударов. Створ 5 галешников. У меня двадцать пять ударов. Шесть галешников. Ну ладно, у меня здесь тоже пауэршотики были, но ничего страшного. Главное, что победили. Это пиздец какой-то. Чё-то вратариха меня расстраивает. Всё пустило вообще. Так, ладно. Next соперник на сегодня. Ага, ага. Два, три эволюции. Тюрама собрал хвичу. Я, кстати, Тюрама тоже думал собрать. Так, ну, летс гоу. Летс гоу. По классике делаем вот так вот. Соперник этого, естественно, не ждёт. Марио Гомос и Дебрюны. Отличная связочка. Пользуйтесь. И Подольский. И АДЕМИ. Ебать, что за удар АДЕМИ. Опа, Подольский. Принимает. И ударяет. Блядь. Ага. И вот оно. На. Бля, я не понимаю, друзья. Но это проклятый какой-то выпуск. Я вам отвечаю. Так. Давай на Марио Гомоса. Хорошо. Марио Гомос. Ну, давайте просто забьём. На. Марио Гомос 2-0. И соперник, кажется, не выдерживает. Ничего бывает. Понимаю. Слушайте, давайте я сейчас какой мув сделаю. Перейду на свой второй аккаунт, где я изначально качал Подольский. Он там без золотого пауэршотит. Клянусь, мне не даёт покоя эта мысль, что как будто бы что-то не так, блядь. Почему с белым пауэршотом у него всё не делают, блядь, а золотым не летит? Я не могу понять. Так, смотрим. Игра зависнет. Забираем награды. И. 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 Игра зависает. Но, чтобы вы понимали, контекст истории, блядь, обновление-то вышло. Обновление вышло. То есть, они знают о проблеме, что когда ты забираешь награду, у тебя игра зависает. Ну, им похуй. Ладно, раз вам похуй, мне тоже похуй. Вот, именно на этом аккаунте я начал качать Подольский. Тут он без золотого пауэршота. И вот вся та нарезка, которую вы видели, она была сделана именно здесь. Состав тут, конечно, полное дно. Но имеем, что имеем. Это ещё бездонатный аккаунт. Поехали, вот так вот сделаем. Блядь, опять вдвоём играют. Да вы запарили, играйте по одному. Я не знаю, сейчас я как будто бы убеждён, что голы будут залетать. Вот это провал. Сака бежит, Сака бежит. Ой, нормально так. Качнул, хорош. Ортега Морено. Я даже не знаю, кто у меня на воротах стоит. Сейчас попробуем красоту опять сделать. Вот так вот делаем. Ага. Лукас. Подольский. Ну, я мог поближе подойти. Ой. Блядь. Вот он. Блядь, вот эта пушка сейчас сильная была. Угу. 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 Ну, вот и всё, вот и всё, друзья. Подольский без пауэршота. Да, я только на 87-й минуте забил. Но всё же, тут тоже душка та ещё. Аккаунт 2018 года, кстати. Давайте ещё один сыграем. What? В атаке. Окей. Нифига себе, соперник начал с пауэршота. Но это вызов. Это вызов, ребята. Пиздец. Просто пиздец. Ну, вы это видите? Я думаю, вы это видите, друзья. Просто первый пауэршот на четвёртой минуте. Без золотого. Это просто охренеть. Почему с белым пауэршотом лучше летит? Бля, как остановить кейков? Да никак не остановишь. Он просто, бля, берёт и хуярит по прямой, как по рельсам. Да, блядь, скипай нахуй, заебал, блядь. Так, всё. Габелла тебе, братан. Ты меня выбесил. На, блядь, тебе пауэршотик сейчас ещё вот такой вот закинем, блядь. На, нахуй. Чё с лицом? Чё, давай попразднуем тоже. Тоже попразднуем. Давай тоже попразднуем. Недолго радовался наш оппонент. 2-1, быстренько отыграли. Кстати, прошу заметить, что это, ну, не с такой пас отдал. Собственно, вопрос. А вообще не похуй, кто здесь пасы на кейковной раздаёт. Ё-моё, чё за провалище. Держим. Пытаемся, по крайней мере, блин, ну, конечно, после моего того состава этим играть немножко больновато. Так. Блядь, офсайд. Блядь, даже так он запил. Я вахуй, блядь. Жаль, что офсайд. Держим, 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 блядь. Ну, сколько ни держи. Один хер, блядь, какая-то женщина в ад забивает гол. Ебать, что это? Вы это видели? Так, это может привести к трагичным последствиям сейчас, кстати. Ой-ой-ой, хороший сейф. Блядь, ну, пиздец, блядь. Ну, какой нахер отскок на ногу? Какие нахер 3-2, блядь? Так, ладно, хорошо. Снова камбэкать придётся, пацаны. Придётся снова камбэкать. 3-3. Ой-ой-ой, как бежит. Ну, ты гнида, блядь. Подкаты сзади, красную дай. Ой. Ой, ну нес. Хорош, 4-3. Фу, потеем. Да, нет, только не на последней секунде, пожалуйста. Нет, 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 не на последней минуте, пожалуйста. Без пенальти. Фуф. Выноси. О, джиджип цены 4-3. Вот вам и подольский без золотого паушота, собственно. Что и требовалось доказать. Я думаю, может, я сумасшедший? Может, что-то пофиксили, нет? Ля, не знаю, как вам, но новые типы повторов как будто менее удобными стали. Я не знаю, может, конечно, и найдутся любители, но я явно не тот любитель. Какая скорость? 37 метров, 124 километра в час. Прям в девяточку. Красота. Так что, ребята, как-то так. Не знаю, пишите ваши догадки в комментариях, почему так получается. Почему этот подольский фигачит круче, чем мой, который на основном аккаунте. Я вообще хотел двух разных футболистов качать на разных аккаунтах. Просто я именно на этом начал прокачивать, получается, этого подольский. Ну и, так скажем, проникся снова вайбом тем самым подольский из EFC 24. И я резко захотел также и на основе качать. Поэтому, собственно, вот докачал на основе. Тут уже у нас еще Ultimate Edition был, где паушотик в подарок дается. Я думал, с этим паушотом он вообще убивать будет. Не, удары, несомненно, крутые у него были. Там много штанг, перекладина. Возможно, где-то не везло. Но, в целом, как будто бы без голд паушота лучше летят. Я не знаю, может, я опять же в какие-то неправильные тайминги попадал. Ну, кстати, вполне может быть. Вот два неплохих голд паушота, которые я после забил. Давайте один промо-пакетик за 600 поинтов откроем. Сглянем, что здесь может дропнуться. Блин, по силуэту сразу уже интрига выходит из чата. О, ребята, я поймал Адеми. С ума сойти, я счастливче. 5000 монет. О, волкаут есть. Но это девчонка, блин. Форвард, Норвегия, Хегерберг. Понятно, можно сразу скипать. Вот бесит, блин. Тупые волкауты. Они мне прямо не нравятся. Ну, отстой же. Когда девчонка идет, ты сразу понимаешь, что это стена. Ну, а так что, друзья, какие итоги можно подвести? Эту женщину я на воротах, скорее всего, продам. У нее была какая-то феерия в моменте. Но что-то не впечатлило дальше. Да и в целом играть мне не особо интересно. Дебрюны шикарны. 13 матчей, 11 ассистов. Это просто сумасшедшая статистика. Ассистент топ-1 в моей команде. Ну, Алекс Гарсия тоже. 6 ассистов отдает по защите. Опять же, вопросов нет. Пока что я учусь играть. Некоторые механики мне не ясны. Поэтому говорить, что та или иная карточка плохая, ну, глупо. Ну, Гомес, это вообще что такое? 14 матч, 18 плюс 5. Опять же, на фоне того, что я много пауэршотов бил именно за Подольский. А если бы не бил и просто играл бы как играл. Возможно, тут стата была бы еще лучше. Поэтому Гомеса вполне себе могу рекомендовать как альтернативу Холланду. Ну и Подольский. Я не знаю. Надеюсь, опять же, я просто в какие-то плохие тайминги попал. Потому что до сих пор объяснений нет, почему с белыми пауэршотами играть лучше, чем с золотыми. Но в любом случае, легенда моего канала. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Получился ролик в таком, знаете, классическом стиле моих геймплейных роликов. Которых, кстати, давно не было. Надеюсь, просмотров здесь не будет 5 копеек. Поэтому, если вам нравятся такие долгие, длинные геймплейные видеоролики, дайте мне об этом знать вашими лукасами, комментариями и, собственно, фидбэк. Фидбэк это главное. Сколько я уже, блин, 2 часа сижу записываю ролик. Я не знаю, какой там хронометраж по итогу получится, но я 2 часа сидел и записывал. Это же просто с ума сойти. Я устал. Хочу есть. Хочу пить. Фу. Собственно, всё. Собственно, всё. Собственно, всё. Собственно, всё. Субтитры подогнал «Симон»